Яркий огонек зеленый загорится на пути, значит можно всем ребятам через улицу уйти. Утренник с образовательным уклоном. В четверг на базе 10-го детского сада прошла игра для детей и родителей по знанию правил дорожного движения. Главная цель мероприятия – показать мамам и папам значимость использования детских удерживающих устройств. Акция прежде всего ориентирована на родителей. То есть мы таким образом приучаем родителей к использованию детских удерживающих устройств. То есть объясняем не только детям, но прежде всего родителям необходимость их использования. И в такой форме, игровой немножечко, они собирают у нас пазл и учатся сами и приучают своих детей к соблюдению правил дорожного движения. Автокресло на сегодняшний день не такой уж и дорогой автомобильный атрибут. Особенно, если учесть какой штраф грозит за перевозку ребенка без него. Не говоря уж о безопасности, за примерами далеко ходить не нужно. В регионе нередки случаи, когда маленькие пассажиры становятся жертвами ДТП. Причем, как правило, виновниками этих аварий прямыми или косвенными являются взрослые. Детские кресла хоть и не гарантируют малышу стопроцентную безопасность, но все же защищают неокрепший детский организм в критической ситуации. Ребенок весом 25 килограммов, ну это небольшой ребенок еще садового возраста, да, при скорости движения автомобиля 50 километров в час и дорожно-транспортном происшествии получает нагрузку на свой организм в полторы тонны. Вы представляете, какая масса на него будет давить? А при скорости 70 километров в час эта нагрузка будет больше, чем 2 тонны. Это равносильно тому, что ребенок упал с высоты 10 метров на бетонное основание. Автокресло удержит ребенка и защитит от серьезных увечий. Ведь от опасности на дороге никто не застрахован. Безопасность малыша – не шутка. Прежде чем я сел за руль, я детишек пристегнул, посадил в своих креслах безопасное здесь место. Подарили нам новое кресло, безопасно в нем будет, чудесно, и для отдыха, чтения места. Будем уверены, будет удобно, лягко в спине и почек нам хочется. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иванова.